Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец. Как обычно по пятницам мы строим планы на выходные дни и рассказываем о культурных проектах, которые пройдут на Гомельщине в ближайшее время. Итак, сегодня у меня в гостях Игорь Шошин. Это известный белорусский музыкант, гитарист, композитор, аранжировщик, преподаватель, автор книг и методик обучения игре на гитаре, а еще идейный создатель и вдохновитель известных в нашем городе не только гитарных конкурсов и фестивалей. Вот как я тебе решила с меня представить. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Добавить нечего. Добавить нечего? Я только хотела спросить. Слушай, вот за то время, что мы не виделись, а вот прошел почти год, чем ты занимался? Что нового появилось в творчестве в жизни? Расскажи. Творчество, конечно же, оно не останавливалось. И вот все те условия, которые нас окружили, они как бы все равно скорректировали. Но приятным моментом является, например, то, что у меня появился такой дуэт. Я стал играть со скрипачкой. А я думала, ты освоил новый, может быть, музыкальный инструмент. Нет, нет, нет. Ну, это тоже, считайте, как такой жанр интересный. Вот как раз работая в Гомельской областной филармонии, вот, и она тоже там работает, вот, у нас родился такой дуэт. А кто она-то? Она скрипачка Татьяна Музыченко, вот. И, ну, то, что было очень, так сказать, для меня приятно, то, что она очень так ярко воспринимает мою музыку, и получаются такие замечательные вещи. Мы уже выступали во многих местах, включая. То есть ты объединил, скажем так, проект, который объединяет гитару и скрипку. Да. Совершенно, казалось бы, такой несовместимый два музыкальных инструмента. Да нет, как раз такого, как бы, даже Паганини с Любитом таким, он играл. Экспериментировал. Да, они всегда, это было, и там даже знаменитая соната у Паганини, там, когда Любит сказал ему, что вот, ты играешь на скрипке, и все аплодисменты тебе, напиши что-нибудь так, чтобы вот я на гитаре сыграл так, что все аплодисменты мне. Ну, что-то так не получилось, тогда Любит сказал, хорошо, все, я буду играть на скрипке, а ты будешь играть на гитаре Паганини. Да, и в результате родилась соната, в которой скрипка там едва тянет какие-то нотки, вот, и вся партия у гитары. И опять Паганини снялся, аплодисменты. Ну, дорогие друзья, это была история про соната Паганини, да, а вот я бы хотела посмотреть, честно, эксперимент, точнее, давайте все вместе посмотрим и послушаем новый эксперимент, такой экспериментальный проект Игоря Шошина, где звучит не только гитара, еще и скрипка. Игорь Шошина Игорь Шошина Игорь Шошина Ну что ж, наши аплодисменты, Игорь, это действительно что-то такое необычное, интересное. Как называется дуэт? Дуэт имеет такое интересное название «Гиталини», то есть гитара и виолини, то есть вот гиталини. Я хочу сказать, что ждем теперь ваш дуэт на концертных площадках. Дорогие друзья, ищите это название на афишах. И приглашайте. Да, и приглашайте тоже, да, на какие-нибудь интересные мероприятия. Ну, а я напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель», и сегодня у нас в гостях музыкант Игорь Шошин, с которым мы готовимся к ближайшим выходным. Кстати, ты уже знаешь, чем будешь заниматься в субботу в воскресенье? Скорее всего, я поеду, скорее всего, я поеду, ну, как и обычно, преподавать, да, в воскресенье у меня еще могут быть уроки, да, и я преподаю, но я думаю, что может быть какой-то кусочек времени я бы еще посвятил там поездке на дачу, и там, может быть, какие-то там доделки. Садовые работы какие-то, да, да, может быть, еще за грибами сходить, ну, то есть планов много, но самое вот то, что мне нравится, и как бы изюминкой вот выходных, это мы делали семьей неоднократно, когда мы просто садились в машину и ехали по, допустим, золотому кольцу Гомеля, да, и вот для себя открыли, например, Красный берег, там прекрасный дворец, который просто, я думаю, многие не знают. Потом мы посетили Чичерск, Речицу, ну, поскольку, видите, далеко путешествовать как бы не получается, обычно мы летом ездили там в Брно, а потом до Адриатики, там, Медитарениум, вот, и, ну, а сейчас у нас свое, так сказать, золотое кольцо, оно, ну, поверьте мне, тоже впечатляет, находятся очень интересные моменты, ну, в общем, всегда надо, знаете, как тот же Холдович, Хоббит говорил, главное выйти из своей норы. Да, 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 из этой зоны комфорта, в том-то и дело, то есть я так понимаю, что для тебя такой идеальный отдых, это скорее семейный. Ну, тоже да, да, но все-таки я люблю иногда и... И активный. Да, это тоже присутствует, но, видите, я, поскольку я творческий человек, мне надо такое состояние и одиночества или какого-то творческого, так сказать, момента, где вот что-то может рождаться, там, я что-то могу написать или какие-то новые проекты, ну, в общем, вот так. Хорошо, какой-нибудь еще вариант для интересного семейного отдыха для наших зрителей можешь посоветовать? Ну, вот летом для меня было открытием, сейчас в прокате стали давать скутеры электро, вот эти вот. Это было фантастично. Попробовал? Да, я попробовал, у нас вся семья попробовала, как бы. Слушай, я еще нет. Да, нет, это кайф, это есть такое ощущение, при том, они бывают там с сидениями и без, но сидение оказалось вторичным, вот, а вот это, когда ты стоишь и несешься со скоростью, ну, пусть там, ну, там до 40, но, во всяком случае, в любом случае, ты, есть такое вот ощущение, что ты плывешь. Да, необычно, необычно, вот, и не высоко, что-то, как на самолете, а вот, и одно из мест, в которых, вот, стоит, как бы, покататься, это наша набережная, она просто гениальная для этого дела, и заездом наверх в этот самый парк, кстати, тянет прекрасно. Там запрещено кататься, мне подсказывает режиссер. Ну, Игорь, видно, уже попробовал, все обошлось. Да, я это делал еще утром, когда еще никого-то... Игорь, а вот скажи, как ты относишься к зоопарку, и когда, в принципе, была там... К зоопарку, а где возьмешь? А где возьмешь, а ты не знаешь? Нет, я не знаю. Как, ведь в Жлобине есть, да, собственно, наш гомельский, скажем так, зоопарк в Жлобинске. Вот видите, есть, значит, как бы уже точка, куда надо вот, мы не посещали. Давай прямо сейчас и узнаем, работает ли наш Жлобинский зоопарк в такое холодное время года, и можно ли, например, кормить там животных, и если да, то чем. Вот у нас на связи сейчас методист Жлобинского зоопарка Елена Автушенко, вот она нам, надеюсь, обо всем и расскажет. Елена, добрый вечер. Добрый. Очень рада слышать вас, это Гомель, программа «Добрый вечер, Гомель» вас беспокоит. Мы собираемся на выходные приехать в Жлобин, и хотим узнать, работает ли в Жлобине ваш удивительный зоопарк в такое вот холодное время года. Расскажите. Добро пожаловать в гости, мы работаем круглый год, и зимой, и летом. Вот, единственное, что в холодный период года зоопарк в понедельник выходной закрывается, а в теплое время года мы вообще работаем без выходных. Без выходных. Расскажите нам, какие животные сегодня обитают, проживают, даже не знаю, как правильно спросить, вот в Жлобинском зоопарке. Похвастаетесь? Значит, ну, похвастаться есть чем. Зоопарк маленький, но уютный, и посмотреть есть на что. Что у нас есть обезьянка, павлинов несколько у нас, мы сейчас обновили коллекцию лис, очень шикарные у нас лисы ходят. Дикообразы, олени разных видов, медведи буры пока еще не спят. Слушай, Дибур, действительно такое, скажем так, разнообразие просто животного мира. Расскажите, пожалуйста, нам, вот в какое время, в выходные дни лучше всего приезжать в зоопарк, чтобы успеть, скажем так, посетить практически все вольеры с животными? Ну, посетить все вольеры-то можно успеть незадолго, потому что зоопарк, я еще раз повторюсь, небольшой. Но если, как говорится, увидеть всех животных хочется, то лучше к открытию, к 10 утра прийти, и тогда еще, ну, животные еще гуляют. Потом, когда начинается кормление, они кушают и хотят отдохнуть, уходят в домик, то куда там спокойно, чтобы подальше от глаз, вот от всего. И под вечер опять животные выходят более активные, скажем так. Ну, вот вы сказали про кормление, вот действительно очень интересно, можно ли кормить посетителям животных в зоопарке? Стоит ли, вот, например, брать с собой морковку, печенье? И вообще, что едят ваши животные, расскажите. Наши животные едят то, что им положено, согласно рационам. Вот, хищники, соответственно, мясо, рыба, там, медведи всеядные, им все идет, и булка, и масло, и повидло, и каша, и рыба, мясо, там, фрукты, овощи, там, рационы разнообразные. Дело все в кормлении, посетителями, ну, скажем так, когда мама с ребенком приходит и дает булочку и морковку тем, кого им разрешили кормить, спросили на кассе, поинтересовались, вот, то это может даже и правильно, потому что мама, ну, прививает ребенку навыки, там, какого-то страдания, там, кормления, заботы о близких, меньших наших, вот. Вот, но когда приходят посетители и бездумно начинают швырять конфеты с обертками в клетке, вот, там, это, конечно, ругаем за это. Ну, ясно, это даже вредит, скорее, животным, понятно. От административного нарушения, да. Спасибо вам большое, обязательно приедем в Жлобинский зоопарк, тем более, теперь мы знаем, чем и как можно кормить животных, да, и знаем, что в холодное время года можно приезжать в любой день, кроме понедельника. Я еще дополню веселую историю, я как-то посетил Гродненский зоопарк, там был конкурс когда-то, и нам понравилась такая вот надпись, значит, написана вот как раз по этому поводу, кормление зверов наведывальниками заборонено. Вот, а здесь не заборонено. Ну, да. Ну, вот только да, если надо обязательно уточнить у работников зоопарка, да, чем и каких животных можно кормить. Ну что ж, спасибо большое, только что у нас на связи был Жлобинский зоопарк. Ну, а в Мозырском районе, дорогие друзья, завтра, 31 октября, стартует марафон «Припятский осенний-2020». Вот, если, Игорь, ты и наши зрители любишь бегать или кататься на велосипеде, можно принять участие или, по крайней мере, стать зрителем. Дело в том, что марафон в этом году состоится в двух форматах – велосипед и бег. Вело- и беголюбители будут покорять расстояние на дистанциях 15, 25 и 55 километров. Ну, а вообще, «Припятский марафон», стоит отметить, он всегда привлекает внимание участников и зрителей, потому что проходит в самых живописных местах Гомельщины – на Полесье. И в этом году маршрут пройдет тоже по территории Мозырского района. Время проведения, дорогие друзья, это вам для информации с 9 утра до 16.30. Напоминаю, завтра, 31 октября. Организаторами марафона, добавлю, является Мозырский клуб «Туризм-Ориентир». При поддержке этого мероприятия проходит Мозырского райисполкома, БРСМ и областного общественного объединения «Велогомель». Ну, а сейчас предлагаю узнать, как отдыхают жители Будокошелевского района, какие там существуют традиции выходного дня. У нас на связи директор районного дома культуры Татьяна Попел. Татьяна Николаевна, добрый день, добрый вечер вам. Добрый вечер, рада вас всех видеть. Мы тоже очень рады видеть вас. Скажите, пожалуйста, как любят проводить свободное время жители Будокошелевского района? Где и как обычно местные жители отдыхают? Значит, жители Будокошелевщины по-разному планируют свой досуг и время проведения после трудовых будней. Отно-то я хочу отметить их активную жизненную позицию, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Хочу отметить то, что у нас очень много мест, где люди могут отдыхнуть не только сердцем, но и душой. Я хочу всех пригласить и сказать, что у нас всегда открыты двери в нашем центральном районе домной культуры, в котором вы можете проявить себя и посмотреть нашу работу. Также я хочу отметить работу, очень активную работу нашей картинной галереи Евсеевича Моисеенко и нашего историко-краеведческого музея. Также я бы хотела отметить наши жемчужины. Это Гусевицкий центр качества и Чебоковический центр народного творчества. Ну вот, слушая вас, можно просто распланировать два дня, субботу и воскресенье, и провести их в Будокошелевском районе. Но что вот любопытно, вот местный район и дом культуры, что приготовил интересного на ближайшие дни? Значит, мы готовы очень к осенним каникулам, но помимо осенних каникул, мы запланировали массу мероприятий для разновозрастных групп. Я всех хочу пригласить, не только жителей Будокошелева, но, может быть, даже наших гостей, посетить День открытых дверей, который будет проходить 6 ноября. Там вы можете посмотреть все мысли по вокалу, по хореографии, по театральной студии, попробовать свои силы с ремесленниками, которые помогут вам изготовить для себя сувениры, которые вы с собой можете потом забрать. Также в рамках районной профилактической акции «Организую свой досуг» у нас запланирована масса дискотек, спортивно-культурных мероприятий, также развлекательные программы, которые будут формировать нашу молодежь на формирование здорового образа жизни. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как учреждения культуры Будокошелевского района подготовились ко второй волне коронавируса? Судя по вашим словам, мероприятия практически не отменяются, но ведь какие-то меры безопасности наверняка будут. Да, значит, ковид вниз, конечно, очень радикальные изменения и коллективы в работе учреждений и образований, но самые широкомасштабные мероприятия мы, увы, отклинить не можем. Мы их проводим все с соблюдением условий социального дистанцирования, правил личной гигиены, также масочного режима. У нас большая практика проведения мероприятий с использованием онлайн-технологий, но самые массовые. Мы все-таки не хочем проводить, так сказать, главный адрес. Будокошелевский район только что был у нас на связи, дорогие друзья. Ну, а я напоминаю, что у нас сегодня на программе гостем является музыкант Игорь Шошин. И, кстати, ты прекрасно понимаешь, Игорь, что я пригласила тебя сегодня не без повода. Ты запускаешь новый музыкальный проект, называется он «Гитарная спадшина». Вот расскажи о проекте, в чем его особенность, чем он отличается от остальных, например, твоих задумок. Ну, прежде всего, хочется сказать, что это проект в рамках фестиваля и конкурса «Ренессанс гитары», который проходит на базе городского центра культуры. Это известный наш фестиваль, международный фестиваль. Да, да, да. И это очень я им благодарен, потому что они всегда помогают. И у них всегда, то есть, даже вот в это трудное время, там всегда много людей. То есть, это действительно такой очаг культуры. Вот. Но теперь немножко об этом конкурсе. Он проходит в онлайн-варианте. И вот летом как раз ко мне приезжал мой друг, президент КГБ, клуба гитаристов Беларуси. Так и говори. Вот. И он Олег Купенков. Ну, это мой давний друг, вот. И он жил у меня на даче, и там у нас какие-то были там такие творческие моменты. Ну, и вот там я придумал вместе с ним такое вот мероприятие, как «Гитарная спадщина». То есть, вот название и плюс идея в чем заключается? В том, что гитаристы сочиняют музыку, вот наши, да. И, ну, мы как-то к этому относимся. Это, ну, там, наверняка там были раньше какие-то более известные, или там в России, или там за рубежом. А оказывается, что у нас есть очень интересные, как бы, и композиции, и... Но малоизвестные ты имеешь в виду, да? Ну, не только малоизвестные, но, как бы, этот конкурс, он позволяет всем, включая и, допустим, этих самых, и даже студентов, и учащихся, кто-то вот напишет музыку, и ее можно исполнять на... И рассказать о себе всем таким образом. Ну, это не обязательно даже, что должен автор исполнять. Зачастую это исполняется в музыкальных школах. И мне, для меня было очень интересно и приятно то, что эту идею, во-первых, очень так ярко поддержали в Беларуси, и очень ярко, такими точками было, когда отзывались белорусы, и не только, которые там живут за рубежом. То есть вот у нас есть итальянец, который будет играть белорусскую музыку. Да, есть с Башкирии там. Ну, то есть вот я еще жду как раз вот все эти самые заявки, они приходят до первого. До первого ноября. Да, и вот они до последнего момента. То есть вот сейчас еще, ну, так немного, может быть, там десяток. Ну, в смысле завтра, вот суббота, да, это будет самый такой активный. Да, завтра и после завтра, вот поэтому для меня. Ну, мы сейчас вот еще в передаче об этом расскажем сегодня, я думаю. Да, поэтому придется, я знаю точно, что вот в эти дни наибольшее количество, то все ждут до последнего там, все это надо записать в интернет. Вот расскажи, вот как это вообще проходит? Что такое онлайн-конкурс музыкальный, конкурс гитаристов? Как это вообще? Значит, записывается произведение, укладывается в YouTube, и мне ссылка. То есть ты должен быть, ну, это видео, да? Да, да, и ссылка, я эту ссылку рассылаю членам жюри. Кстати, члены жюри будут приглашены и как раз вот композиторы, кто написал это, ну, и преподаватели различные. Ну, вот многих композиторов я тоже приглашу, то есть вот тут такая как бы связь, всем будет это как бы интересно посмотреть, да. Значит так, смотри, до 1 ноября нужно прислать заявку, куда? На сайте ГЦК есть как раз информация, на моем сайте. То есть положение об этом конкурсе все правило. Да, да, там положение, да, все это официально. Вот, и когда придет эта заявка, я ее, там, мне помогает моя жена Лена, она как раз вот это все организовывает, вот, и все это является потом такой таблицей, что эту таблицу рассылаю членам жюри, вот, и они уже выставляют оценки, все это я потом суммирую и, как бы, получаются свои герои. То есть, подожди, вот, если я хочу принять участие, например, в этом онлайн-конкурсе, я должна до 1 ноября зарегистрироваться, снять видео, да? Нет, регистрироваться не надо, надо снять видео. До 1 ноября это все прислать вам, а потом проходит какое-то время, и когда я узнаю победу? Ну, я думаю, что в течение, там, дней 15 уже будут, как бы, результаты, и, там, победители получат, там, звание, и мы вышли в дипломы, в общем. Кроме звания и диплома победители еще что-нибудь получат? Ну, особенно нет. Новую гитару или мастер-класс там, мы говорим. Но, к сожалению, да, нет, в любом случае, что кто-то, кто победит, я думаю, что мы предложим бесплатно участие, там, в следующем нашем конкурсе, это как всегда. И плюс еще у нас есть один приз такой очень, и участие в концерте, тоже гитарная спадщина, которая пройдет... Это типа гала-гала концерта? Да, но он пройдет в Минске. Это будет живой концерт? Да, это будет живой, но планируется, во всяком случае, да. Да, то есть если это все как бы вот пройдет, ну, все более... Пока идут концерты, то есть вот Олег Копенков, он проводит эти концерты, поэтому... Ну, каждый день мы слышим, что там закрываются, там отменяются, но будем надеяться, да, 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 поэтому... Хотя мы в свое время даже делали такие онлайн-концерты из лучших номеров, мы выставляли, и все желающие могли посмотреть. Скажи, вот почему ты выбираешь сегодня форму музыкального конкурса в интернете, именно онлайн? Это потому что ситуация сложная, эпидемиологическая, или это у тебя твердое убеждение, что это лучше, чем и популярнее, чем живые концерты? Тут все зависит от некоторых форм. Вот если о соревновательном моменте говорить, это... Ну, все равно, все зависит от форм. Вот, например, вот эту гитарную спадщину, она явно интернет-конкурс, то есть в большей степени. Там, единственное, гала-концерт. Почему? Потому что больше возможностей у участников, да? Да, да, то есть появляются, как бы вот раскрываются, то есть появятся... Я не удивлюсь, что белорусы Канады могут появиться и так далее. То есть вот мы не знаем, то есть там были вопросы какие-то, то есть это расширяет аудиторию, это делает больше момент. Кстати, я могу сказать, что вот «Ренессанс гитары», который в прошлом году проходил как онлайн, я думал, что будет меньше людей. Нет, не оказалось меньше людей. Ну, ты говоришь, меньше больше сколько? 10, 20, 100? Нет, там около 300 участников, да, было, да, да. По-моему... Нет, ну это я... Нет, наверное, меньше. Это я считаю, когда вот приезжают эти самые там с мамами, с папами, вот в нормальном варианте. Ну, где-то до сотни все-таки, да. Плюсы и минусы, вот на твой взгляд, учитывая твой опыт уже музыкальных онлайн-конкурсов, онлайн-концертов, а вот плюсы и минусы все-таки таких конкурсов в интернете? Ну, плюсы, как я уже сказал, что... Что большее количество... Аудитория плюс для детей, наверное, меньше стресс, можно как бы спокойно записать. Хотя мне иногда писали такие письма, когда особенно это начиналось, там, педагоги, что говорят, это невозможно, то есть мы там просто очень... Наши дети чуть ли не уже плачут, потому что они просто до идеального состояния. Тут уже сыграл, как сыграл, а тут они как бы в педагоге до идеального, и даже рассказывали, что они сажали других педагогов, сажали им зрителей, чтобы вот лишь бы что-то получилось и так далее. Ну, я вам могу сказать, что из моей как бы практики вот всегда лучше всего, наверное, если материал выучен, то вот на свежих силах. Если это уже тянуть, то это уже сложнее. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что на «Беларусь-4» программа «Добрый вечер, Гомели» сегодня мы строим планы, как обычно, по пятницам на выходные дни. И делаем мы сегодня это с музыкантом Игорем Шошиным. И я думаю, что сейчас самое время рассказать и о других интересных проектах на ближайшие дни. Итак, филиал Ветковского музея приглашает на новую выставку. Выставку вышивки и ткачества. Ее название «Як полюбила, так и зарабила». Выставка открылась сегодня и посвящена 105-летию рождения Марии Павловны Ковтуновой, которая всю свою жизнь прожила в деревне Неглюбка Ветковского района. Там она научилась вышивать знаменитые неглюбские рушники. И вот на этой выставке в филиале Ветковского музея будет представлена большая часть работ мастерицы. Ну, а теперь, дорогие друзья, отправимся в Мозырский район. Мозырский драматический театр после ремонта выдает одну премьеру за другой. Сегодня гомельский режиссер Юрий Вута презентовал там комедию «Теща от первого брака» или «Обмен по неволе» по пьесе «Лилии Моцарь». А вот 12 ноября там состоится еще одна премьера. Романтическая комедия «Эти свободные бабочки» по пьесе американского драматурга Леонардо Герша. Ну, а в ближайшие выходные в Мозырском драматическом покажут сказку «Суперзаяц» и комедию «Играем в дружную семью» по пьесе «Камалетти». А вот Мозырский молодежный театр «Легион» готовит в эти дни к показу спектакль «Тетушка Чарли». Давайте узнаем подробности этого проекта у режиссера спектакля. У нас на связи Ирина Маськова. Добрый вечер. Ирина, очень рада видеть вас, и не только вас с этим вечером. Кто рядом с вами? Расскажите, пожалуйста. Рядом со мной художественный руководитель театра «Легион» Александр Маськов, исполнитель главной роли Денис Тисаков и исполнитель роли одного из студентов Ян Ковалев. Ну что же, ребята, очень рады вас видеть и слышать. Я так понимаю, у вас сейчас такая напряженная, горячая пора. Вы готовите, подготовка к спектаклю идет. Расскажите, как проходят у вас репетиции. У нас полностью сменился состав трубы для этого спектакля, поэтому работы, конечно, очень много. Для большинства из наших артистов это практически премьера. Сейчас мы входим в завершающую статью подготовки. На днях начнется работа со световой, музыкальной партитурой. Ну а сложно ли ребятам, надо спросить, я думаю, у них. Ребята, расскажите, какая атмосфера на репетициях, учитывая все-таки, что это комедия и образы такие уникальные. Ну, в принципе, у нас, вне зависимости от материала, у нас на репетициях всегда очень доброжелательная, очень веселая атмосфера, тем не менее, сдобренная хорошей порцией профессионализма и самоотдачи. Вот, но сейчас, да, это сложно, это напряженно, потому что сроки достаточно, которые остались до премьеры, это время его осталось не так много, поэтому сейчас входим в такой самый, наверное, активный репетиционный процесс. Коллега, что вы скажете? Да, тетушка Чарли, да, вот это же ваш персонаж. Я хочу рассказать о том, что, несмотря на то, что это комедия, работа не шуточная. Никто не сомневается. Расскажите, как вам переоблачать в женское платье, и вообще, как вам этот уникальный образ? Как и любому молодому мужчине, это задача не из простых, конечно же, но познать всю многогранную часть этой, так сказать, профессии, мне помогает наш замечательный режиссер, насколько мы с вами примерим, поэтому я думаю, что у нас все получится. Спасибо. Вопрос можно? Конечно, да, вот наш гость Игорь Щешин хочет задать вопрос. А как вам удается сохранять усы в женском области? Можно я скажу? Можно я скажу? Конечно, конечно. Это временное явление, мы его принародно, показательно побреем прямо перед спектаклем. Все очень обычно, да. Я думал, что у вас есть какие-то секреты, это было бы ноу-хау для девушек и женщин, может быть. Я так понимаю, что не только на репетициях, но и вот в таких вот подготовительных моментах у вас уже царит такая настоящая комедийная атмосфера. Но, ребята, вопрос очень серьезный. Пьеса, пьеса очень знаменитая. Пьеса довольно сложная, потому что она еще сложное восприятие. Почему? Потому что зрители знают советский фильм, да? Здравствуйте, я ваша тетя. Он очень популярен с Александром Калягином. Вот, слушайте, ну вы взяли на себя такую большую высоту. Не боитесь? Все ли получится? Мы не боимся. Ну я не боюсь, по крайней мере. Наверное, потому что мы не стремимся в какой-то степени превзойти, да? Да, да, да. Мы сами очень любим этот фильм и четко отдаем себе отчет о том, что и зритель будет волей-неволей сравнивать нас с этим. Но мы же, в общем, выше своей головы не прыгнем. У нас свои другие. Да, у нас задача была представить оригинальную пьесу для нашего зрителя, чтобы они получили такое же удовольствие от просмотра, которое мы получаем сейчас от репетиции. Скажите, Ирина, как вы считаете, вот эти вопросы, которые поднимал драматург, американский драматург, еще в 19 веке, насколько они актуальны сегодня для нас, для современного зрителя? Ну, мне кажется, что эти вопросы актуальны всегда. Ведь это же что? Это любовь, юмор, дружба, желание выручить своих товарищей. Ребята, как вы думаете, актуальны вопросы? Вполне. Вечные. Вечные, да, особенно сегодня. Здесь можно сказать проще. Если убрать 19 век из пьесы, да, вычеркнуть, скажем... Платья. Платья, да, да, вот, и заменить поезда на электричке, да, и телеграммы на сообщения, получится достаточно современная пьеса о современной жизни. Какой угодно, британской, белорусской, абсолютно актуальная, абсолютно... Мне кажется, даже слишком актуальная, нежели в 19 веке. К сожалению, да. Спасибо большое. Ребята, один серьезный вопрос. Во-первых, где и когда состоится первый спектакль «Тетушка Чарли», да, и самое главное, как вы собираетесь учитывать все рекомендации Минздрава вот в связи со второй волной коронавируса, расскажите? Где? Во Дворце культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода, город Мозырь, а когда 11 ноября? Конечно же, мы соблюдаем все меры безопасности. Во Дворце много раз в день проводится влажная уборка. Каждые 30 минут протираются ручки дверей специальными дезрастворами. На входе у нас установлен дозатор с антисептиком, который, кстати, не сушит кожу рук, что очень важно для девушек. Приходите. И билеты продаются с учетом социальной дистанции, то есть справа и слева от человека, или же, скажем, пар, если идет вместе, конечно, будут пустые места. То есть мы, условно говоря, мы продаем ползала. Вот так. Такое решение было принято руководством, утверждено на заводе у нас, и мы продаем ровненько, даже чуть меньше половины. У нас 850 посадочных, мы продаем 400 билетов. Спасибо. Ребята, вы так заинтриговали нас и наших зрителей. Да, уникальный коллектив. Я могу представить, какая тетушка Чарли получится у вас. Поэтому желаем вам удачи. Обязательно приедем. Спасибо большое. Мозырьский молодежный театр «Легион» готовится к спектаклю «Тетушка Чарли». Уникальная комедия, которую, конечно же, очень любопытно посмотреть. Вот только что Мозырь был у нас на связи. Я смотрю, Игорь, тебя очень-очень заинтересовал этот коллектив. Ну да, видно, что люди такие творческие, у них такой заряд положительный. Тетушка Чарли вообще что-то уникальное, да? Да, да, сюда мы все бы посетили. Еще с такими ребятами, мне кажется, должно получиться. Да, при возможности, да. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что на «Беларусь-4» сегодня мы строим планы на выходные дни с музыкантом Игорем Шошным. Ну и мне кажется, сейчас самое время послушать музыку. Гитара лежит, смотрю на нее долго уже сегодня. Да, залежалась, залежалась. Что исполнишь? Я хочу исполнить пьесу, она называется «Рибадео», это местечко в Испании. Мне там довелось побывать, давненько уже, конечно, но впечатления были такие очень яркие. Это северное побережье Испании, вот как раз немножко необычное. Испания там более солнечно, там было так, ну не сказать, что холодно, но во всяком случае такое вот для нас очень комфортное состояние. Итак, «Рибадео». Итак, «Рибадео». «Рибадео» 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 Дорогие друзья, вот благодаря Игорю Шовшну мы только что с вами побывали в Италии, итальянский город… «Рибадео» 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 Как бы по самым старшим. Но это не обязательно, ведь технические моменты, которые должны быть... А что именно оценивать? А именно музыкально, чтобы это было интересно, красиво, чтобы сами исполнители были интересны, само произведение вызывало какие-то эмоции. Поэтому здесь шансы могут быть совершенно, так сказать, уравнены. То есть там кто-то может быть, допустим, закончив музыкальное училище. Вот мои ученики, они ведь приходят в основном именно вообще с нуля, с полного. И основа моего обучения, она в том, что я учу именно по нотам. И я написал книжку «Гитара по нотам». Подожди, у тебя, по-моему, три книги? Да, нет, их больше. Более 30, да. Которые обучают игре на гитаре. Ну да, они в конечном итоге, я их всех использую, но вот основные, там есть целая методика. То есть вот я разработал целую методику. Радует то, что ее используют по всей Белоруссии, в России, в Прибалтике, в Польше, в Украине. Так что вот это вот тоже меня очень радует. Но она позволяет не учить вот детей, чтобы вот мы выучили одно произведение, и он его благополучно завтра забыл. Я учу читать, как вот, и этот навык остается на всю жизнь. Учу читать аккорды. То есть вот вам поставили песню, мне аккорды. Вы поете, он играет, даже не слушая, не знают. А сколько времени надо человеку, чтобы... Ну, дело в том, что... Вот по твоим методикам. Ну, из моих лучших, как бы, вариантов, там, вот, кстати, тут будет исполнение, когда мы играем старинную музыку с одним из моих учеников, он, ну, он постарше, но, тем не менее, это было всего лишь полтора месяца. За полтора месяца, да? Да, да, это он уже читал вместе со мной по нотам, да. Да, и есть им очень молодые ребята, там, 10 лет тоже тут, я думаю, вы покажете. Ну, если ты так хочешь, мы, конечно же, покажем. Да, да, да. Мы готовились показать это редкое, уникальное видео, где твои ученики собрались на одной сцене, я так понимаю, практически в первый раз. Это, да, это ансамблевое исполнение, ансамбль называется, так и называется, «Как по нотам». Как по нотам. Дорогие друзья, давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, давайте посмотрим. Дорогие друзья, давайте посмотрим. Ну что, конечно, не сравнить с тем, что мы слышали только что в студии в твоем исполнении, но детки уверенные, начинающие. Нет, знаете что, я вам скажу один момент. Если вы мне спросите, сколько я занимаюсь гитарой, я скажу, я 12 лет не занимаюсь гитарой, вот и все. Что ты имеешь в виду под этой фразой? Ну, остальное время я занимаюсь, а некоторые из них занимаются, допустим, полтора месяца. Месяца всего, конечно, беру свои слова обратно, молодцы. Они уже, да, читают, они уже в оркестре и так далее, и это практически все. Ребята будут принимать участие, вот этот твой коллектив будет принимать участие, да, в конкурсе гитарной испачки? Да, вот это вот будет произведение, пусть это там не ждем каких-то там побед и так далее, вот. Но, тем не менее, для них это такой опыт и для, ну, интересный, так сказать, подход. Кстати, Игорь, твой хороший знакомый, да и наш общий такой знакомый, еще один, да, известный гомельский музыкант, твой ученик, руководитель клуба авторской песни Вячеслав Корса, также обучает сегодня детей игре на гитаре. Но что интересно, он считает, что самые талантливые, самые дисциплинированные ученики живут сегодня в поселке Рассвет. Ну, я очень хочу, чтобы Вячеслав сам объяснил, почему. Вячеслав у нас на телефонной связи, Вячеслав, добрый вечер. Да, добрый вечер, Горяк. Очень рад, Ислав, слышать тебя в эфире. У нас вот здесь Игорь Шошин, твой коллега, твой учитель, преподаватель, как он говорит, да. Расскажи нам, пожалуйста, Слав, вот в последнее время в соцсетях я часто наблюдаю фотографии, посты ты выкладываешь о своих начинающих таких учениках из поселка Рассвет. Ну, во-первых, расскажи, почему ты там оказался, я имею в виду, откуда вот этот интерес именно к Рассвету, да, и что это вообще у тебя такая за группа, что это за дети, расскажи нам. Все, на самом деле, очень просто. Я переехал жить в сельскую местность, в поселок Рассвет, Долбушевский район, и переехал вот в июне, и 2 июля я попал на концерт к админезависимости, который проходил в сельском ДК. И обнаружил огромное количество ребятишек, которые пели, пели фонограммы, пели разные песенки, и обнаружилось, что большинство этих детей очень паланкливы, с хорошим музыкальным слухом. Я сказал, ребята, а вот почему бы нам тут не заняться гитарой, и все захлопали носу «Ура, ура, давайте, давайте», и мы ждали, в общем-то, осени, чтобы за этот процесс взяться. Поэтому я собрал все гитары, которые у меня есть, потому что у ребятишек у меня еще есть инструменты. Собрал все гитары, которые свои старые и подаренные, когда-то конкурсные разные, и привез их все в расцветки, инструменты, поразгивал буквально ребятам на руки. Вот, и начались эти занятия, начались эти занятия. И сколько сегодня, Слав, сколько сегодня у тебя учеников, и насколько они справляются с таким, ну, скажем, с гитарным искусством? Ну, скажем так, у меня сейчас 10 человек, ну, некоторые, скажем, чуть-чуть менее активные, некоторые более активные. Вот, ну, в общем, под костяк, наверное, это человек, сейчас скажу, ну, 8 человек. Два мальчишки, они такие, короткие льдяи, хотят, но еще, может быть, не совсем еще понимают, чего они хотят, поэтому такие. Вот, а в основном вот 8 ребят, которые, девчат, которые проявили, ну, скажем так, не только артене, но и большие способности. И есть еще такой нюанс, что вообще гитару обучать коллективно очень сложно, и практически это нельзя делать. Я как преподаватель Игорь Константинович, кстати, подтвердил, да, что мы все-таки, наш инструмент, это инструмент индивидуальной работы. Но так получается, что индивидуально нет возможности, времени мало, поэтому эти ребята стараются вот в тот момент, когда гитара на занятии у них попадает в руки, максимально выложиться, максимально впитать в себя знания какие-то и быстренько дать гитару другому. Поэтому вот это коллективное чувство. Скажи, пожалуйста, вот ты уже, вот, как преподаватель видишь успехи у своих учеников, может быть, они примут участие в новом онлайн-конкурсе уже, вот, который, да. Еще, еще, для конкурса мы еще пока не дорасклили, вот, тем более я вот немножко выпал на зайничном, больше недели получилось у меня, поэтому мы там друг по другу сидим, скучаем, переписываемся в чате в Вайдере. Все уже спрашивают, когда уже занятие продолжится, но я думаю, что когда-нибудь кто-нибудь проявит интерес и к инструментальной гитаре, я думаю, что если такие у меня появятся, я обязательно их Игорю отправлю, потому что мы с Игорем делаем немножечко разные дела, все-таки я обучаю аккомпанементу, песням, Игорь, академической гитаре, поэтому мы никогда не были конкурентами, мы всегда были коллегами и друзьями в этом смысле. Ну, конкурентами в музыке быть, это тоже, по-моему, прекрасно, я считаю, да. Нет, ну, я не считаю. Тем более с Игорем, с Игорем, ну, мне трудно конкурировать, потому что, ну, мы действительно очень разные, во-вторых, мы очень много лет дружим, и, в общем, вот, Игорь не даст коврать. Ну, мы с Игорем, Слава, и все наши зрители передаем тебе привет, и, конечно же, желаем скорейшего выздоровления. Ну, и я, да, вот я думаю, что сейчас все наши зрители с удовольствием послушаем одну из твоих песен. Спасибо. 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 Дорогие друзья, вот видите, как здорово, когда ты умеешь играть на гитаре, да? Напоминаю, вот Игорь Шошин, музыкант, сегодня у нас в гостях, онлайн-конкурс «Гитарная спадшина» вот-вот начнется, скажем так, благодаря Игорю и городскому центру культуры. Так что не пропустите, все, кто умеет играть на гитаре, принимайте в нем участие, мы обязательно в нашей программе расскажем потом о победителях. Но, дорогие друзья, вот ведь кроме гитары есть еще очень много других увлечений, например, вязание. И, кстати, очень важная информация для рукодельниц, которые любят повязать в свободное время, творческое объединение с «Вяжем вместе» городского центра культуры Гомеля приглашает на очередной мастер-класс. Вот подробности прямо сейчас по телефону расскажет Наталья Телегина, это участница творческого объединения «Свяжем вместе». Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Мы очень рады слышать вас в эфире нашей программы. Расскажите нам, пожалуйста, немножечко о клубе, кто его участники и какова главная цель вот такого подобного объединения. Ну, наше творческое объединение «Свяжем вместе» — это площадка, где мы создаем пространство для творчества. Мы помогаем увидеть участницам площадки, ну, как можно изменить свою жизнь к лучшему. Помогаем улучшить навыки рукоделия, помогаем в изготовлении изделий, участвуем в благотворительных акциях, проектах. И наша площадка для людей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Ну, например, в какой-то вынужденной изоляции, там, по состоянию здоровья или какие-то другие обстоятельства бывают. И на площадке неравнодушные люди создают, ну, вместе благоприятное поддерживающее пространство, чтобы каждый из пришедших мог чувствовать себя свободно, мог присоединиться к группе рукодельниц, научиться чему-то или поделиться своими умениями. А вот скажите, пожалуйста, такой вид рукоделия, как вязание, вот можно ли говорить, что он очень популярен сегодня у жительниц нашего города? Я думаю, что он популярен, потому что наши участницы творческого объединения, ну, кроме того, что они умеют изготавливать, ну, палантины, например, потрясающей красоты, еще вяжут оригинальные предметы интерьера, стильные сумки, ну, и, конечно, игрушки, например, для деток-торопыжек. И вот прошедшие две недели творческое объединение и мастерицы нашего объединения представляли свои работы даже в выставочном зале ГГУ в рамках арт-события «Креативная волна». И мастерицы с вдохновением создают свои работы и помогают всем желающим научиться вязать, научиться находить какие-то новые варианты применения своей вот этой энергии и интересов в вязании. Вот, Наталья, кстати, вот о всех желающих. Я знаю, что в ближайшее время должен состояться новый такой мастер-класс по вязанию на вашей площадке. Расскажите, где и когда, и как стать его участником? Да, 1 ноября. Нашему творческому объединению будет год. Мы вас поздравляем. Так. Спасибо. Вот. Мы приглашаем прийти, посмотреть на наших мастеров, на нашу площадку, познакомиться подробно с расписанием наших мастер-классов. Ну, задать вопросы, которые интересуют. Потому что бывает очень много тревоги у людей, думают, как это, потому что надо очень хорошо уметь вязать. Вот можно прийти с нами, познакомиться, ну, и все-все спросить, все, что хочется. 1 ноября в 3 часа в комнате 4,9 в городском центре культуры Ирининская, 16. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, осень прекрасное время для того, чтобы взять в руки спицы. Игорь, боюсь задавать этот вопрос. Вязать не умеешь? Ну, не все, не все у меня доступно. Не все умеешь, но 1 ноября почему бы не присоединиться к площадке «Свяжем вместе»? 1 ноября я буду как раз заниматься конкурсом, и у меня новые ученики должны прийти. Вот, кстати, приглашаю учеников. Значит, занятия проходят у меня в магазине «Виртуоз» Иринская, 19А. Дорогие друзья, музыкант Игорь Шовшин сегодня помогал нам строить планы на выходные дни. Конечно же, не могу закончить этот эфир, чтобы не услышать очередной твой шедевр. Помоги нам, попробуй, создай нам хорошее настроение. Попытаюсь, да. Блюз. 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 Блюз.